С момента внедрения электронного билетирования в общественном транспорте водители стали увольняться. И сейчас наблюдается их острый дефицит. А нехватка самих автобусов уже обычное явление. Проблемы городского транспорта были вынесены на всеобщее обсуждение общественников. В настоящее время в Ахтубе общественный транспорт ездит по 54 направлениям. Ежедневно на линию выходят около 200 автобусов. Хотя по договору их численность на город, имеющий почти что полумиллионное население, должно превышать 300. Но главная проблема сейчас – это нехватка водителей. Водителей просто нет. Порой бывает, что автобусы пустуют и целыми днями находятся на автостоянке, так как некому работать. Напомним, в мае с началом внедрения электронного билетирования зарплату всем сотрудникам начали перечислять на банковские карты. После чего уровень недовольства водителей и кондукторов резко возрос. Многие водители просят вернуть старые порядки, то есть выдавать зарплату наличными, на руки. Потому как жалуются, что есть кредиты и задолженности. Карты заблокированы из-за банковской системы, мол, вся их зарплата уходит на погашение долгов. Что поэтому никакого дохода не получают. Однако электронное билетирование было внедрено как раз-таки для обеспечения прозрачности работы общественного транспорта. И вернуть старую систему никак не получится, заявили ответственные органы. К слову, оплата у водителей сдельная. 10 тысяч тенге за выход у кондукторов меньше. Я работаю вместе с супругом, помогаю ему. Ввиду того, что не каждый день выходим где-то 10 раз. В месяц получаю порядка 100 тысяч тенге. Я как кондуктор около 50 получаю. А нагрузка какая? На ногах с раннего утра до позднего вечера. Специалисты управления по инспекции труда считают, что проблему можно решить, повысив сотрудникам зарплату. Я считаю, что надо поднять зарплату. Высокий доход – то, что мотивирует больше всего. Если рассмотреть этот вопрос, тогда и водители не будут увольняться. Наоборот, появится здоровая конкуренция. Вопросы улучшения условий труда, да и в целом обновление транспорта можно будет рассмотреть только тогда, когда выделят субсидии от государства, заявляют представители ЖКХ и сами перевозчики. К слову, последний раз регион их получал только 7 лет назад. Как долго еще придется ждать, это неизвестно. А что по этому поводу скажут пассажиры, которые вынуждены ежедневно ездить на общественном транспорте. Работа автобуса вообще не устраивает. Особенно мы живем на Заречном, Заречный 1, там вообще один автобус, 17-й. И очень часами, можно сказать, ждем, и приходится уезжать на такси. Это, конечно, бьет по карману. Тяжело добираться вообще, мало маршрут, очень долго ждем. Мое пожелание, чтобы, конечно, автобусы обрабатывались, убирались, потому что они запыленные, грязные. Конечно, наверное, выделяться должны какие-то средства для этого, для уборки, потому что для санобработки тем более. Вместе с тем, общественники затронули и вопросы культуры вождения. Общаясь с народом, да даже когда сами садимся в автобусы, мы видим агрессивный стиль вождения, частые нарушения правил дорожного движения или когда они соревнуются в скорости. Нам нужно уделять внимание и подготовке образцовых водителей. Как бы то ни было, проблема с общественным транспортом в регионе стоит остро. У ответственных органов, так же, как и у водителей, своя правда. А обычным жителям, которым приходится ежедневно ездить на автобусах, остается лишь одно – ждать и смириться с тем, что пока есть.